В прошлый раз, когда мы виделись с Якубом в Братиславе на матче всех звезд, он восторженно рассказывал, как ему нравится Хабаровск. Погода, люди, икра. Посередине трудного для Амура сезона Якуба забрала к себе Казань. Я очень благодарен Акбарсу за то, что дали мне два дополнительных дня на сборы и чтобы успеть сказать всем до свидания. Погода нормально. В лете здесь жарко, если зимняя такая холодная, мне нравится, поэтому никогда не был. Мне очень нравится здесь уже третий год и скучать буду по Хабаровске, если уходим отсюда. В один из тех дней я увиделся с болельщиками, фотографировался, подписывал автографы. Было очень приятно. Есть такое мнение, что Амур сделал тебя звездой, а ты ушел за больший контракт в Казань. Это неправда, нет. У меня в Казани точно такой же контракт. Я не получаю больше денег. Мой переход – это решение Амуром своих финансовых проблем. Два клуба – Казань и Хабаровск – пообщались и договорились между собой. Акбарс отправил деньги в Амур и все получили зарплату. У меня по-прежнему тот же контракт. Я в Казани, потому что у этой команды были очень хорошие шансы в плей-офф. Мне нравилось бороться за кубы Гагарина в прошлом году, и поэтому хотел повторить то же самое и в этом. Николин. Передача с неудобной руки. Петров. Первый на шайбе. Петров. И момент. Гол! Вот она все-таки первая шайба. Петру Жарико! Хорошая организация не всегда равняется подходящим условиям для победы. Акбарс уступил в Сибири в первом раунде плей-офф, а Петру Жарик вышел на лёд лишь в трёх матчах из шестин. История с Казанью для Якуба не сложилась. Я в Казани, потому что у этой команды были хорошие шансы в плей-офф. Мне нравилось бороться за кубы Гагарина в прошлом году, поэтому хотел повторить то же самое и в этом. Но мы проиграли, и нам нет никаких оправданий. В Казани были созданы все условия для победы. Будешь скучать по каким-то вещам из Хабаровска? Конечно, это точно. Хабаровск разбил мне сердце. Это один из самых моих любимых городов России, если даже не самый. Он очень чистый, там отличная погода даже зимой. Очень холодно, минус 20, там минус 25 или 30. Но мне нравилось, потому что было солнечно. Буду поэтому скучать. Буду скучать по людям. Они были очень дружелюбными. Куда не пойдёшь, в ресторан или в магазин, люди везде узнавали. Подходили, фотографировались. Это было очень приятно. Ещё буду скучать по арене. По икре. В Хабаровске, безусловно, лучшая икра. Я буду больше, чем рад, когда вернусь сыграть туда снова. Хабаровск трижды открывал Якуба дорогу на матч всех звёзд КХЛ. Петружалик участвовал в шоу в Риге, Челябинске и Братиславе. Правда, дважды к моменту игры Якуб уже оказывался в другой команде. Чех на расхват. В прошлом году был в Динамо, в этом – в Казани. Якуб, из Амура ты трижды попадал на матч звёзд. Какой тебе больше всего запомнился? Я думаю… Да, даже организовывать это, наверное, было очень-очень тяжело. Потому что обычно матч всех звёзд проходит в два дня. В Братиславе же все мероприятия надо было уместить в один день. А если о самой игре говорить? Ну, тоже больше всего понравилось в Челябинске. В этом году темп матча был низкий. Это не очень хорошо, конечно. Плюс в Челябинске участвовали большие имена. Я любовался игрой Павла Дуцука. Ну, правда, в этом году в Братиславе тоже был Илья Ковальчук. Тоже большая звезда. Илья Ковальчук номер 17. Вот он, капитал команды. Тоже на площадке. Дай его за. Кстати, в Челябинске со мной приключился забавный эпизод. На матч звёзд меня пригласили как игрока Амура. Но я уже на тот момент был в Динамо. И во время представления хоккеистов на матче звёзд, когда все ребята выходили на лёд, я встал на ту синюю линию, на которой стояла команда Запада. В тот момент, когда мне надо было стоять там, где Восток. Илья Ковальчук сразу напомнил мне, ставая команда на другой стороне. Ну и я поехал туда. Зачем к нам пришёл? Петер Жалик к нам, why he is here? Он пришёл, опять сюда видел. Он говорит, я же в Динамо. Я говорю, ты майку тогда одень другую. Я уже динамо игроком, но я всё равно представляю Кабаровску в городе и все фенеры из них. И, надеюсь, я сделаю их счастливыми, как я сделал в последние годы и полгода. Так что я буду продолжать делать это сегодня. И я буду радовать последний матч в Амур-Джирио. Я был там, я был немного смущен. Был немного смущен. Много людей, огней. Я забылся на пару минут. В этом году мне все говорили, не забудь, где твоя команда. Но в Братиславе мне уже было проще. Все вышли в красных и синих майках. Я посмотрел на свою и по цвету определил, в какой линии мне нужно ехать. На голове у Милобзорова. Подхватывает шайбу, поцеловал. Егор Милобзоров рыбкой. Как всё интересно, необычно и неожиданно. Шатан забивает. Так, а что воронина? Посмотрите на него. Он раздевается и он там так. А здесь, смотрите, Хеданин почти догнал. Почти догнал. И там Петружарик отправляет также в бой. Но всё равно ещё отстаёт. Пока он от Тихонова. Тихонов Бартовича передаёт на предпоследнем этапе. Крюшка. А конкурсы как тебе? Я хочу сказать, что больше. Ну, раньше была возможность поучаствовать в большем количестве конкурсов. В этом году участвовал только в одном. Но мне нравилось смотреть за то. Понравились буллиты. И конкурс на самый сильный бросок тоже. Якуб, я, честно говоря, ожидал вас увидеть в конкурсе на скорость. Почему у вас не было? Да я не знаю. Самое главное, как бы мы всё выиграли. Но куда меня поставили, я вот это сделаю. Нужно выполнить. Один из тренеров команды, Валерий Белов, вас нынешний тренер в Казанском Акбарсе. Неужели вы не воспользовались этим моментом и не подошли, не сказали, что вот я хочу участвовать в том-то, том-то конкурсе? Почему не воспользоваться этим, возможно? Да я не знаю. Просто приходил в разделовку и там бумажки смотрел, которую я выполняю. Ты не хотел бы поучаствовать в каком-то ещё конкурсе? Может, в буллитах? Ну вот как раз я бы хотел поучаствовать в этом конкурсе на самый сильный бросок. Думаю, я бы точно побил результат Шона Хэшки. У него там была скорость 99 и потом 135 км в час. Но есть ещё Шон Хэшка, который может превзойти Дениса Кулеша. Если у него получится, конечно, бросок и 135,67. Ну так, в общем. И последний бросок. Даже меньше ста! А если говорить вообще об игре в целом, то есть какая твоя сильная сторона? Ну, думаю, моя сильная сторона, наверное, это чтение игры. Я хорошо вижу площадку и могу использовать свой кистевой бросок. Ну, может быть, ещё скорость, мои сильные стороны. Так говорят. Ну, он невысокий, он негабаритный. У него совсем другие плюсы, которые вот на больших площадках очень здорово можно использовать. У него прекрасная скорость, отличное катание. У него замечательный кистевой бросок. Он здорово контролирует шайбу. Ну, я показывал это. Например, помните, в прошлом году в плей-офф против Бортиславы? У меня было пару моментов, и, собственно, я их реализовал. Ну, и против Челябинска тоже. Квапил выиграл в бросовании, что немаловажно. Сместился к синей линии. Бросил. И подправление Петрушавика. И реакция с ковейки. Динамо. Когда я получил шайбу от Марика Квапила, прошел по левой стороне и забил Майку Гарнету над плечом. Или в домик. Я увидел просто, где открытое пространство, получил шайбу там, ну и потом быстро отправил ее в ворота. Ну, в общем, было здорово. В очереди того, что передача предназначалась Мортонсену. Квапил. Гоу! Морек Квапил! Открывает шутбатча! Петрушалик сделал своевременную передачу. Петрушалик. И передача на Квапила! 4-1! Петрушалик. Вторую ювелирную передачу. В заключительной части программы вы узнаете, какие методы в Динамо применял Петрушалик Узнарок и как Чех праздновал победу в Кубке Гагарина. Лися, делися, а символ сэми мата. Ай, сел чип бегу, а...